Здравствуй, мой друг! Очень хорошо, что ты пришел. Проходи сюда, поближе к камину, на эти мягкие подушки. Располагайся поудобно, расслабься и слушай. Сегодня мы продолжаем читать роман Джеймса Оливера Геруда Золотые искатели Глава 14 Третий каскад Ночь прошла совершенно спокойно. Чувствуя почти непосредственную близость загадочного существа, он все же не испытывал никакого мистического ужаса. Полуобглотанные кости с кусочками сурового мяса, отпечатки ног, огонь и камни, на которых изготовлялись золотые пули, успокоили его и убедили, что придется иметь дело с человеком из плоти и крови. А этого он не боялся. Он понимал, что в силу невыясненных еще обстоятельств человек превратился в злую собаку. И тут, как побыть, душа села в нем вверх над страхом, над страхом, над страхом, над страхом. На следующее утро пирога была спущена на воду. Несмотря на упорное преследование безумца, все трое чувствовали какую-то смутную и сладостную надежду, 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 надежду. Судьбе угодно было послать им таинственного компаньона. Пусть так. Если это испытание, то они выдержат его до конца и не сдадутся до последней минуты. Но кто знает. Может быть, это странное создание, которое они уже не считали совершенно чужим, в неожиданный момент принесет им огромную, ни с чем не сравнимую пользу. Топография местности явно изменялась с каждым часом. Высокие стены ущелья начали понижаться и отходить в сторону, являя утомленному глазу больше простора и света. Мало-помалу скалы сменились зеленеющими холмами, между которыми то там, то здесь залегали довольно обширные равнины шириной до одной мили и больше. Вдоль берегов все чаще и чаще попадались признаки дичи. Случалось так, что на значительной дистанции проносились карибу и лозьи, которые подходили временами на расстояние оружейного выстрела. Но золотоискатели уделяли этим животным немного внимания. Сейчас они думали только об одном, чтобы к концу дня дойти до второго каскада. И вот почему они не без досады смотрели на то, как бурливый шумный поток постепенно превращался в широкую, многоводную реку, которая очень медленно и степенно катила свои воды. Если план на Березовое горе соответствовал действительности, то они должны были найти второй каскад на расстоянии 50 миль от последнего лагеря сумасшедшего человека. Но ночь спустилась на землю до того, как они дошли до этого места. Никаких перемен не произошло. И на следующее утро Родерик и Ваби все время напряженно прислушивались в надежде ловить грохот водопада. Водопад. Водопад. Но все это было напрасно. 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 Так, почти незаметно, час менялся часом. И наступил полдень. Завтрак прошел вяло. И когда золотоискатели снова пустились в путь, чувствовалось, что всеми овладели какое-то смутное беспокойство и томительная неуверенность. Конечно, молодые люди волновались большему Гоги, который старался скрыть свое душевное состояние. Родерик почти все время рассматривал свою замечательную карту на Березовой горе и делал на ней какие-то пометки. По его самым точным вычислениям второй каскад должен был находиться совсем близко. А между тем мили уходили за милями и они сделали путь вдвое, превышающий их расчеты. Когда наступила ночь, и они вынуждены были остановиться на ночлег, почти потеряв надежду увидеть водопад. Ужин прошел еще более вяло и скучно, чем завтрак. Каждый из них находился во власть одного и того же вопроса. В конце концов, верна ли карта, которую они нашли и в хижине? Случайна ли это ошибка, что на карте обозначен второй каскад, которого они никак не могут найти? Не встретятся ли подобные роковые ошибки и в дальнейшем? По окончании трапезы, в то время как Родерик и Ваби остались подле костра и беседовали, Мукокер взял ружье и направился вниз по течению реки. Он пробыл в отсутствии свыше часа, как вдруг юноши услышали, что вечернюю тишину нарушил ружейный выстрел. Вслед за первым послышалось еще два выстрела, один за другим. Через небольшой промежуток донеслось три выстрела, разделенные правильными интервалами, и еще два, один за другим. «Это сигнал!» закричал Родерик. «Мукокер определенно призывает нас. Надо спешить к нему». Ваби вскочил с места и немедленно сделал пять выстрелов из своего ружья. «Слушай, Род!» крикнул он. Едва только заглохло эхо от последних выстрелов, как послышал сузов Мукокер, голос которого доносился с низового берега реки. Не говоря ни слова, молодые люди вскочили в лодку и оттолкнулись от берега. «По-моему, — сказал Ваби, отчаливая, — Мукокер находится от нас на расстоянии двух миль. Интересно знать, что случилось с ним». «Мне так думается, он нашел второй каскад», высказал свое предположение Родерик. Это заявление вернуло их измученным рукам силой. Сводив везла, они так усердно стали рассекать воду, что легкая лодчонка стрелой понеслась по течению. Здесь, мой друг, заканчивается вторая часть четырнадцатой главы романа «Золотоискатели». «До свидания». «До следующей встречи» «У камином». 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 Продолжение следует...